Чтобы не только вы стали благодарными, но и ваше окружение. Это же прекрасно. И вы, и ваше окружение все благодарны, все друг другу говорят спасибо, ценят друг друга, хвалят друг друга. Это просто создает прекрасное отношение. Итак, сегодня у нас 31 урок в цикле «Благодарность». Мы изучаем книгу Равшоу Маруша. Спасибо ему огромное. Дай Бог ему здоровья, сколько пользы он миру принес. И Раби Зелик Плистин тоже, чтобы он был здоров. Спасибо ему тоже огромное, чтобы заслуга. Представляете, вот так человек создает добро, и оно потом распространяется по всему миру. Итак, причина спасения. Сегодня мы узнаем причину спасения. Почему же все-таки благодарность, особенно благодарность в моменты проблем, страданий, когда плохо, если в этот момент ты сможешь переломить ситуацию и сказать «Спасибо Всевышнему, я все равно знаю, что ты меня любишь, и это проявление твоего добра». Почему же, как это работает? Почему приходит спасение? Очень важный вопрос. Вот если вы сегодня поймете это, запишите «пять причин», приводит Равшоу Маруш, «пять причин, пять законов» – это законы, по которым приходит спасение тому человеку, который благодарен, и особенно если он благодарен в ситуации, когда тяжело благодарить, то тогда вообще просто фантастически. И сейчас мы узнаем почему. Первая причина. Он говорит, нижний мир, мы же по образу и подобию Бога устроены. Значит, мы должны Богу подобляться в его качествах хороших. И он говорит, но мы можем понять на примере, как Всевышний, то есть если мы по образу Бога, и нижний мир, материальный мир – это отражение духовного мира, то давайте возьмем пример из нижнего мира, из нашего мира, как благодарность, она как бы, как бы тут написано слово, открывает сердце Всевышнего. Об этом говорил наш учитель Раби Нахман, что когда у кого-то просят, и человек дает другому, да, вот, например, кто-то у вас что-то попросил, вы ему дали. Один человек в ответ на это, вы ему дали, он говорит, ты знаешь, я так тебе благодарен, я искренне тебе благодарен, мне это так помогло. Прошло время. Он говорит, а я, знаешь, вот я каждый раз вспоминаю, когда тебя, я вспоминаю, как ты мне помог, я тебе так благодарен, просто реально это мне жизнь улучшила. Через неделю он говорит, ты знаешь, для меня вот этот момент, что ты мне помог, он является прям радостью большой, я сильно тебе благодарен. это одна один тип реакции подумайте вот представьте что вас кто-то искренне вам благодарен и другой человек вы ему дали он попросил он все спасибо проходит день он уже не вспоминает 2 3 неделя не вспоминает третий человек вы ему дали а он даже вообще спасибо не сказал не тоже он и вещь не вернул и спасибо не сказал и мало этого вы еще узнаете что она про вас еще плохо говорил где-то до плохо говорила говорил что вы жадны и не помогаете чем хорошего в жизни не сделали вот эти три разных типа реакции вы можете на себе как бы померить заходь кому вам захочется дальше делать добро очевидно что тот кто вам благодарен и тот кто ценит ваше добро вы захотите ему дальше делать добро тот кто просто благодарен но не сильно и третий вариант когда они благодарны и еще про вас плохо говорит вот это реакции людей поэтому тот кто благодарен и таких мало те кто благодарны всевышнему таких людей очень мало даже среди религиозных людей даже среди верующих людей даже среди одетых полностью с со всеми строгостями закона у большинства очень неблагодарные лица они не видно что они прям всевышнему благодарны за каждый вдох всевышнему благодарны за каждый шаг всевышнему благодарны за все предыдущие годы не так смотришь на лица как дела проблемы заботы проблемы заботы ну хорошо проблема заботы это что-то идет не так как ты хотел бы да но она же идет все как хочет всевышний и вспомни тогда сколько у тебя сейчас есть хорошего и опять же он говорит если чек вот эту механику ломает в себе и умеет сфокусироваться на благодарности и становится благодарным то всевышний делает для него чудо спасение приходит потому что он благодарны это первая причина понятно вторая причина когда человек благодарен всевышнему в этот момент включается закон который звучит так путь по которому человек хочет идти его ведут то есть каждому дают по вере его и тот кто верит что все вокруг него это было это добро всевышнего и он верит что впереди добро и он понимает что всевышний только ему хочет добра и он прямо верит что впереди только что-то хорошее потому что всевышний его любит то путь по которому человек хочет идти его ведут по факту это его выбор он хочет чтобы была хорошая и он верит что всевышний даст ему хорошие по вере ему дадут спасение приходит первое спасение приходит в заслугу благодарности. Это как будто бы мотивирует Всевышнего давать дальше человеку, который умеет благодарить. Вторая причина. Путь, по которому человек хочет идти, его ведут. То есть, он верит, что будет хорошо. И его ведут по этому пути, ему хорошо. Третья причина. Третья причина, что человек, который благодарит за все, он приближается к цели сотворения мира. И в этом раскрывается милосердие Всевышнего, потому что весь мир создан, чтобы раскрыть милосердие Всевышнего. Вот смотрите, как это работает. Вот есть Всевышний творец мироздания. Да, он милосердный, он сотворил мироздание. Теперь, чтобы это мироздание существовало, ему пришлось создать такую каскадную, целую систему проекций вот этого бесконечного милосердия и света, который дает существование всему мирозданию. все это запаковано в какую-то структуру, которая сжимает это милосердие. И в итоге у нас есть структурированный мир Всесильный. Всесильные это все силы, весь этот мир материальный, он очень структурирован. Природа это Всесильные. Все силы это проявление, как бы структурированное проявление Творца Мироздания, который есть добро, милосердие и любовь. Теперь в этой структуре она так устроена, что если ты засовываешь палец в розетку, тебя бьет током. Если ты делаешь зло, тебе зло возвращается. Если ты негативный, тебе плохо. Ну и так далее. То есть структура работает по законам всемирного тяготения, сохранения энергии, квантовая физика по своим законам и так далее. То есть очень много здесь законов. Все эти законы это проявление Всевышнего. Теперь, когда человек он перестает обращать внимание на законы, то есть на их проявления, а смотрит прямо вверх туда, да, образно вверх, в корень, в глубину, и он воспринимает этот мир как проявление милосердия Всевышнего и добра, то он своим вниманием, своим устремлением, своим осознанием, своим пониманием он присоединяется к Всевышнему, который над всей вот этой структурой, к тому милосердному создателю мироздания, который есть милосердие, любовь и добро. Получается, что когда ты благодаришь за все, то есть ты как бы весь этот нижний мир, ты говоришь, а я знаю, что это все все равно ты, и как бы оно ни казалось тут запутанно, сложно, опасно, это все иллюзия, это все кажется, то есть это все проявление милосердия в разных форматах, и как только ты это осознаешь, то ты присоединяешься к той энергии, назовем это так, к тому уровню милосердия, в которой, через который начинает именно на тебя идти вот этот свет, и пойдет тысяча слева, десять тысяч справа, тебя это не коснется, будет вокруг коронавирус, ты будешь здоров, будет вокруг, что бы вокруг ни творилось, ты уже своим как бы осознанием и благодарностью присоединился к намного более высоким уровням, и значит, ну как бы ты, тело-то здесь, а ты уже там, 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 высоко-высоко, это уровень праведников, которые, как рабиатива, у него все было, ну, а коли-то, все для добра. Это третье, как приходит спасение тем, кто умеет благодарить, оно приходит, потому что человек находится там, где находятся его мысли, если его мысли находятся в соединении с источником милосердия, любви и добра, то он сам находится там, он находится в том пространстве, в той реальности, в которой находятся его мысли. И, ну так как Всевышний это, это реальность, это не иллюзия, это реальность, то тот, который присоединился к этой вот высшей, высшему слою, да, назовем это слои проекции реальности, на него реально приходит спасение, то есть оттуда приходит такой луч и все, что нужно с ним происходит, то есть милосердие Всевышнего, к которому он присоединился, оно просто как энердия, как такой свет, оно его оп, уходят болезни, уходят проблемы, каким-то чудесным образом все, все, все исцеляется. Это была третья причина, то есть четвертая причина, четвертая причина называется мера за меру. Значит, есть такой закон в законах мироздания, что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Значит, как это работает? Вот человек совершает какой-то поступок, да, проступок, поступок, просто возьмем поступок, Всевышний показывает ему этот же поступок, который делают другие люди. И он, значит, человек говорит, да за это надо руки обрубать. Оп, сломал себе руку после этого. Ему показывают поступок, как он же делает сам. Он говорит, да за это просто надо убивать вообще, попал под машину. То есть, человек, та мера, которую он меряет, меряет ему с неба. Теперь человек, который благодарит Всевышнего. По отношению ко Всевышнему мы все становимся судьями, да, только как мы судим Всевышнего, не дай Бог, да, мы судим Всевышнего, когда оцениваем ту реальность, которую он нам дает. И вот сидит один человек и говорит, ну что это за мир, в котором я живу, ну что за жизнь, ну прямо хуже некуда. Что это за Всевышний, который мне такое дает вообще, все это он мне дает, ну что такое он несправедливый, и так он меня значит. И человек, не дай Бог, он судит Всевышнего. Теперь Всевышний, та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Всевышний говорит, ну образно говорит это, не говорит это, он как бы пробудил тот же закон, который, то что ты выдаешь, как помните был сон Якова, ангелы поднимаются, и ангелы спускаются по лестнице. Твои мысли, слова и поступки, это те ангелы, которые от тебя поднимаются, потом ангелы спускаются, это те события, которые приходят в твою жизнь. И получается, что человек, который благодарит Всевышнего, он говорит, Всевышний, ты такой добрый, ты такой прямо милосердный, ты такой прекрасный. Да, значит, вот человек этот ошибся, но наступил он мне на ногу, но ты мне его послал, чтобы я подумал над тем, как мне надо ходить осторожнее. Да, ты мне, спасибо, ты такой милосердный, просто, просто подарок. Как, знаете, пришел один домой и говорит, жене, ты знаешь, вот все говорят, что сейчас люди такие пошли, некультурные, а вот новые русские, вообще они какие-то, ну вот некоторые говорят, что они такие ужасно воспитанные, а я говорю, что они прям культурные и добрые, такие люди хорошие, просто удивительно и вежливые. Жена говорит, что-то странное, что ты рассказываешь? Он говорит, ну как? Говорит, вот представляешь, меня знают по фамилии. Она говорит, что ты, ну расскажи? Он говорит, иду я домой, задумался, про милосердие Всевышнего. Перехожу дорогу, и тут останавливается прям Мерседес передо мной, так затормозил, и высовывается из окна вот этот новый русский и говорит, ну для вас же, Козлов, пешеходные переходы сделаны. Откуда он знал, что у меня фамилия Козлов? Представляешь, на вы и по фамилии. Откуда он знал, что у меня фамилия Козлов? Человек, который воспринимает реальность с радостью, с весельем, он понимает, что Всевышний всегда прав. Всевышний всегда прав. Нету Всевышнего. Не может быть у Бога, чтобы Бог был неправ. Как может быть Бог и неправ? Если к тому же это реальность. Ты же не можешь сказать, что вот эта штука, она не черная. Она черная. То есть ты не можешь сказать, что нет, она не черная, ошиблись. Она черная. То есть если есть какая-то реальность, то эта реальность приходит в этот мир, как следствие огромного количества причинно-следственных связей, законов. Ну, то есть, все здесь продумано, просчитано, и все очень четко. Вопрос, или ты воспринимаешь, что Всевышний добрый, милосердный и всегда прав, и он точно так же смотрит на тебя. Вот это вот четвертая причина спасения, которая приходит к тем людям, которые благодарят Всевышнего за все, что мера за меру, пишет Равшалумаруш, он принимает управление Всевышним своей жизнью, и тогда по принципу мера за меру Всевышний также принимает его человеческое несовершенное управление жизнью без обвинений, с любовью и милосердием. Тогда Всевышний говорит, ну, хорошо, раз ты такой добрый ко всем, ко мне, к реальности, ну, а я тоже буду к тебе такой же добрый. И пятая причина. Пятая причина – самая красивая. Самая красивая вообще просто такой приготовьте, сейчас вы узнаете пятую причину, почему тот, кто благодарит Всевышнего, он получает именно чудесное спасение, то есть он заходит совершенно в другую систему управления жизнью и реальностью. Тот, кто благодарит Всевышнего искренне, он этим самым, пятая причина, благодарность – это смирение. Человек, значит, который благодарит Всевышнего, он выражает свое смирение, он говорит, я бы без тебя не справился, все, что есть в моей жизни, делаешь ты. И этим самым, когда он говорит Всевышнему спасибо, он признает, что не справился бы без Всевышнего, а это приближает нас к пониманию, к осознанию, что он истинный царь наш и ничто без него. И тогда, что получается? Получается, что человек, он убирает свое эго, а кто остается, если я убрал свое эго? Всевышний. То есть через такого человека Всевышний начинает действовать в этом мире. Как только человек убирает свое эго, самый, кто убрал свое эго, это был Авраам. Самый, кто убрал свое эго, был Мошарабену, Моисей. То есть он был просто, он был сквозь него говорил и действовал Всевышний. Понятное дело, что Мошарабену рукой махал, море раступалось. Мошарабену, то есть через него у него не было эго, он был самый скромный из людей. То есть он убрал себя, он говорил, все Всевышний. К нему люди приходят, говорят, зачем вы нас вывели из Египта, там начинают возмущаться. А он говорит, вы нахну мам, он говорит, что вы ко мне обращаетесь, это все Всевышний, меня вообще нет. То есть у него своего эго не было. Авраам, про отец Авраам, Бог ему говорит, иди туда, он пошел, иди сюда, пошел, сына убей, убью, то, там, здесь. То есть у Авраама не было его эго. И когда приходили люди к нему кушать, он говорил, вы меня не благодарите, это Всевышний, все, все только Всевышний. В этот момент, когда человек благодарит Всевышнего, он этим самым проявляет свое смирение, убирает свое эго, и тогда на то место, в котором он убрал свое эго, кто приходит? Всевышний. Понятное дело, что будут все чудесные спасения, будет совершенно, ну, совершенно, человек попадает в другую реальность, у него нету страха, его нет. Как я могу бояться, если сквозь меня действует Всевышний? Это пять причин, почему тем людям, которые благодарят, приходит чудесное спасение. Именно чудесное. Понятно, да, мне кажется, очень важный сегодня был урок для понимания, как работает вообще вся эта система. Итак, 22 минуты мы уже занимаемся, и открываем мы 31 урок. 31 урок, сегодня они сходятся, кстати, интересно, сегодня они сходятся по смысловому наполнению инструменты. Вот в этой книге мы изучаем инструменты, которые используют для увеличения благодарности, прям конкретно, чтобы стать благодарным, понять, что надо быть благодарным, это полдела. Стать благодарным, это как раз вот те вот 99 процентов успеха, которые нам важны. Значит, 31 урок он говорит, who helped you, кто помогал тебе, accomplish what you did. Закончить и сделать и совершить то, что ты делал. На моменте вот этой вот благодарности людям формируется благодарность Всевышнему. Тот, кто благодарен людям, он будет благодарен Всевышнему. Тот, кто благодарен Всевышнему, он будет благодарен людям. То есть, у него открывается совершенно другой взгляд на мир. Или есть эго, я центр мира, и все мне должны, и все тогда не додают, и я недоволен, а они, я со всеми ругаюсь. Или, или же, значит, кто я? Меня нет. Кто все делает? Всевышние люди. И ты присоединяешься, ты тогда входишь в поток такой, да, энергетический поток. Ты в контакте со всем, с реальностью. Это очень другой образ жизни. Говорит он такую вещь. Когда ты, значит, когда кто-то, он, значит, окомплекс, ну, то есть, он совершает, завершает что-то, всегда были люди, которые помогали тебе, которые были инструментами, которые помогали тебе реализовать то, что ты создал. И быть благодарным этим людям, это очень-очень важное такое качество. И приводит пример он из Талмуда. Это очень удивительная вещь, вот, которая тоже делает понимание, почему Раби Атива стал величайшим, величайшим мудрецом от всех. И здесь тоже нам понятно его позитивная вот эта вот часть, когда он говорит, все от Всевышнего, все будет хорошо, все для добра. Есть такой известный рассказ в Талмуде, что Раби Атива, он ушел учить Тору на 12 лет. И когда он через 12 лет вернулся, то он услышал, что его жена разговаривает с соседкой своей. И соседка говорит, ну и где твой муж? Рахель, его жена говорит, он занимается самым важным делом в мире. Он служит Всевышнему, учит Тору и так далее, он ушел, он в Ешиве у часов мудрецов. Соседка говорит, что у тебя за жизнь такая все. Рахель говорит, у меня прекрасная жизнь, я знаю, что мой муж занимается сейчас самым важным делом, все. Если бы он еще на 12 лет там остался, я бы тоже была бы счастлива, говорит Рахель. Раби Атива это услышал, и он не зашел даже домой, он вернулся обратно. Отдельная история, почему он не зашел домой, потому что он знал, что липун цара Агра, чем больше страдания, тем больше награда. В общем, он не зашел домой, еще на 12 лет ушел у Чи Тору. Через 24 года он возвращается в Иерусалим, и за ним идет 24 тысячи учеников, то есть он стал самым великим раввином этого поколения. И Рахель, его жена встречает, выходит там толпа людей, она тоже в этой толпе, выходит встретить Раби Ативу, и значит, ну к нему не подберешься. И тут Раби Атива ее увидел, и он говорит всем, стоп, говорит, стойте, пропустите ее. Вся моя Тора и вся ваша Тора, все, что у нас есть, принадлежит ей. То есть это только в заслугу того, как она меня поддержала, направила и так далее. Прямо есть в Талмуде это указывается, что он сказал, он сказал всем ученикам, это вошло в историю. Значит, пока Раби Атива был один, он им сказал, it was only because of great sacrifice. Это было только из-за великого самопожертвования моей жены, и из-за этого только стал мудрецом, только из-за нее. Представляете, какая была великая благодарность, которую он, которая вошла в историю, которая характеризовала Раби Ативу. Представляете, самый великий мудрец поколения, и он говорит, все это благодаря моей жене. Моя Тора и ваша Тора, он их научил этим благодарностью. И дальше продолжает Рабзелик Плистин, что быть благодарным учителям, которые учили тебя, тому, что тебе нужно, это очень важная вещь. И подумайте, я, кстати, вот теперь я буду это упражнение, у меня всегда есть такое упражнение в тренингах с людьми, диагностика, список побед и достижений, который человеку доказывает, что у него есть огромная сила в жизни достигать цели, и так далее. Но я никогда не спрашивал, кто тебе помогал. Сейчас я добавлю в это упражнение обязательно список людей, которые тебе помогали, и благодарность этим людям. Это очень важное будет дополнение к этому списку, потому что всегда были люди, которые нам помогали. И благодарность этим людям это предпосылка, сейчас-то мы уже это знаем, для всех чудесных спасений, для дальнейших успехов и так далее. Главная причина проблем в жизни человека, семейных проблем, проблем с друзьями, проблем вообще всех проблем в жизни базируются на неблагодарности. И наоборот, все жизненные успехи, хорошее настроение, хорошее здоровье, связь со Всевышним, все базируется на благодарности. И это качество надо в себе очень сильно культивировать, выращивать, воспитывать. И приводит он случай, как один был человек, который говорил, любил говорить, я сам себя сделал. Я сам себя сделал, я сам себя сделал, я сам себя сделал. И он его спросил, Рамзелик Плистин, а ты уверен? Он говорит, да, я сам себя сделал, self-made. Он говорит, ну а если ты вспомнишь реально, то есть подумай, вот подумай. И тот через несколько дней пришел и говорит, ты знаешь, я подумал, и действительно ты прав, что в каждом моем достижении, в каждом моем росте, в каждом моем продвижении вперед были люди, которые мне помогали. И если бы не было этих людей, то у меня бы не получилось. Это очень важно, если сделать такое сегодня упражнение, подумайте, поблагодарите тех людей, которые когда-то вам помогали. И вы увидите, что само это действие включит совершенно какой-то новый этап в вашей жизни, какой-то даст, ну совершенно даст новый какой-то прорыв. И попробуйте, давайте попробуйте, потом напишите, как у вас получилось. Я вас всех очень сильно благодарю за то, что вы приходите на уроки. Очень приятно, что мы создаем такую силу благодарности, которая Всевышнему, мне кажется, мы можем прям реально изменить ситуацию. И Всевышний уберет, очень часто силы зла активизировались. Люди совершенно готовы друг друга убивать, и какие-то войны, какие-то страшные вещи творятся. Намного приятнее человеку, который благодарен, он не будет идти убивать. Он ему хорошо, он благодарен, он счастлив, он ему есть, ну настолько мы живем в прекрасном мире, в котором можно каждый день благодарить Всевышнего за... мы живем в самую лучшую эпоху. Никогда люди так не жили хорошо, как сейчас. Медицина, образование, интернет, столько возможностей быть счастливыми, то есть зачем воевать, вообще непонятно. Чтобы в заслугу нашей с вами благодарности Всевышнему, Всевышний понял, что все, люди осознали, поняли. Мы благодарим Всевышнего, чтобы мы за весь мир. Вот попробуйте сегодня 100 тысяч благодарностей Всевышнему, чтобы Всевышний увидел, скажет, ну действительно, люди благодарны. Тысяча человек по тысяче благодарностей, миллион благодарностей. Если будет миллион благодарностей в течение года, это 365 миллионов благодарностей Всевышнему. Но почти, считайте, весь мир мы можем вытащить. Так что, все, всем удачи, успехов, спасибо вам, спасибо Всевышнему. Все, пойдем дальше всех благодарить. До завтра.